В эфире телеканала Север, программа «Актуальное интервью» в студии Ольга Русул. Здравствуйте! И сегодня у нас в гостях депутат Государственной Думы Ярослав Нилов. Ярослав Евгеньевич, здравствуйте! Ярослав Евгеньевич, в начале парламентского года принято подводить итоги. Расскажите, пожалуйста, какие законопроекты в Государственной Думе были приняты в прошлом году, особенно те, которые касаются улучшения жизни в Ненецком округе, в нашем регионе? Прошлый год был достаточно сложный для всей нашей страны, наверное, да и для всего мира. Вспомните, уже в марте были введены ограничительные меры, и это пандемия и режим повышенной готовности, который введен еще до сих пор, и ограничительные меры действуют в разных регионах по-разному, но до сих пор продолжают действовать. Кроме этого, вспомните, 15 января прозвучало послание президента Федеральному собранию в прошлом году, и был дан такой старт новому политическому году, были озвучены основные приоритеты государственной политики, и было объявлено о конституционной реформе. Поэтому очень много работы Государственная Дума уделяла подготовке закона о поправках Конституции, и кроме этого, параллельно шла уже работа над приведением соответствия, после того, как поправки были, соответственно, поддержаны Государственной Думой, после того, как они были поддержаны на всенародном голосовании, приведение в соответствие отраслевого законодательства, больше чем 100 законов на первом этапе было определено, которое необходимо править для того, чтобы привести в соответствии с Конституцией. Плюс сама работа над поправками, это закон первого чтения, потом огромное количество поправок было рассмотрено, подготовлено для рассмотрения во втором чтении. Сложная, долгая, активная и эмоционально непростая шла работа. Параллельно формировалось новое правительство во главе с Мишустиным. Параллельно принимались меры, которые были озвучены президентом в неоднократных обращениях в адрес наших граждан, для того, чтобы поддержать пострадавшие от ковида, от пандемии, сектора экономики, поддержать наших граждан. Вы помните, временно были введены максимальные пособия по безработице на уровне минимального размера оплаты труда. Были приняты решения, которые позволяли предприятиям оставаться в рабочем режиме и получать кредиты, льготные кредиты для того, чтобы выплачивать заработную плату. Были законодательно приняты решения, которые позволяли дальше действовать тем документам, например, права водительского удостоверения, я имею в виду, и ряд других документов, которые невозможно было в пандемии просто поменять, исходя из того, что полноценные и муниципальные, и государственные органы не работали. Работа над бюджетом продолжала происходить, потому что бюджет – это главный финансовый документ, который в этом году является основополагающим для развития кредитно-денежной бюджетной политики нашей страны. Кроме этого, принимались другие приоритетные для правительства законы, но прежде всего мы для себя поставили главную цель – это поддерживать и принимать, и рассматривать, соблюдая определенный режим рассмотрения. Мы же тоже работали в определенных скованных таких вот рамках, исходя из того, что пандемии нам нельзя было допустить, чтобы пандемия проникла в стены парламента, хотя у нас на сегодняшний день порядка 150 депутатов уже переболели, но нам нельзя было допустить, чтобы у нас отсутствовал кворум. Поэтому был введен определенный режим работы Государственной Думы, сокращено количество заседаний, ограничен жестко был вход в Государственную Думу для посетителей, многие сотрудники аппарата были переведены на удаленный доступ к работе, и в целом нам удалось сохранить в Государственной Думе рабочую атмосферу, и все те запланированные документы, которые мы должны были рассмотреть, мы их рассмотрели. Это в том числе и касается социальной политики, вопросы поддержки семей, детей, выплат безработным гражданам, помощь пострадавшим секторам экономики, продление срока действия различных лицензий, и других разрешительных документов. И подводя итоги прошлого года, можно сказать, что парламент свою задачу выполнил. Было все, конечно, непросто, и эмоционально было непросто, потому что ситуация была напряженная, когда люди долгое время находились в режиме самоизоляции, то вот эта накопленная отрицательная энергия, она должна была куда-то выливаться. И я это прекрасно чувствовал на встречах, мы не прекращали встречи с избирателем, вели их дистанционно, общались с журналистами дистанционно. С одной стороны, это открывало новые возможности, с другой стороны, вот это напряжение и эмоциональная какая-то такая перенагрузка, она ощущалась. Мы всячески старались сделать так, чтобы в прошлом году был поддержан наш законопроект, который фракция ЛДПР внесла, о возврате выплат пенсионерам, работающим в пенсии, с учетом индексации. До сих пор эти законопроекты не рассмотрены, мы ожидаем, что они будут рассмотрены в феврале, в марте, тем более, что сегодня заканчивается срок, когда правительство должно, в соответствии с поручением президента, предоставить свои предложения о том, каким образом будет решаться эта проблема, то есть возврат выплат с учетом индексации работающим пенсионерам. Мы пытались добиться того, чтобы тем лицам, кто ухаживает за инвалидами первой группы, выплачивалось не 1200, как сейчас, а хотя бы 10 тысяч. И 10 тысяч мало. У нас тем гражданам, кто ухаживает за детьми инвалидами или инвалидами с детства, выплачивается 10 тысяч, а тем, кто ухаживает за инвалидами первой группы, только 1200. Это несправедливо, поэтому мы предлагаем, и мы надеемся, что в послании президента федеральному собранию, которое должно пройти, ну, я думаю, что весной этого года, может быть, даже зимой, может быть, весной, разные, точной даты нет, но разные ходят слухи относительно даты проведения. Традиционно в послании уделяется очень много внимания именно в социальной сфере, и мы надеемся, что вопросы, связанные с индексацией, поддержкой инвалидов и поддержкой семьи, имеющих детей, они будут отражены в таком контексте, что потом начнется практическая реализация в виде поступающих в Государственную Думу законопроектов, которые потом принимаются, несмотря на то, что аналогичные отклонялись, прежде всего, исходя из позиций Министерства финансов, который себя ведет как жадный бухгалтер, им главное, чтобы дебет с кредитом сходился, и всегда один ответ, у нас нет денег. Конечно, в прошлом году очень много денег было потрачено, слава богу, у нас был фонд национального благосостояния, это была некая подушка безопасности. Если бы не было этих средств, я не знаю, каким образом бы все те меры поддержки, которые были приняты, каким бы образом мы смогли бы тогда на фоне падения курса национальной валюты, на фоне падения стоимости нефти, каким образом все это можно было реализовать, это большой вопрос. Вспомните, все семьи, имеющие детей в возрасте до 16 лет, неоднократно получали выплаты, и последняя выплата была семьям с детьми в возрасте до 7 лет, до 7 лет 5 тысяч рублей. Это колоссальное средство, хорошо, что такое решение было принято, хотя, если посмотреть на данный вопрос с точки зрения справедливости, есть семьи олигархов, топ-менеджеров госкорпораций, банкиров, кто явно может без этих средств обойтись. И если они бы добровольно отказались, и мы это предлагали, пусть они добровольно откажутся от этих средств, но эти средства потом потратить именно на социальную сферу, то есть больше помогать тем, кто нуждается. Полагаю, что мы постепенно-постепенно выходим из той непростой ситуации, в которой мы оказались год назад, а вспомните, мы же готовы не были. Еще ровно в январе я также приезжал сюда, также мы встречались в студии, где-то там в Китае какие-то больные, какой-то коронавирус, для нас все это казалось так. Мы границы не закрывали, катались туда-сюда туристы, и потом, когда уже первые пациенты, первые заразившиеся появились, которые накатались на лыжах на крутых европейских курортах, приехали в Россию, и когда появились первые симптомы, никто не знал сначала, как лечить, чем лечить, как тестировать. У нас масок не было, перчаток не было, антисептиков, вспомните, какой был дефицит. Это сегодня уже налажено производство, и в достаточной мере все обеспечены. Кстати, предприятием было, опять же, законодательно установлено возможность тратить деньги на средства дезинфекции, на перчатки, на маски, и все это в расходную часть предприятия, то есть не из прибыли приобретать, как это было раньше. Поэтому вы можете наблюдать, приходя в заведения общепита, в спортивные заведения, в заведения культуры, когда бесплатно раздают. То есть предприятие, да, тратит определенные деньги, но это тратится не из прибыли. Это также был принят специальный закон на эту тему. Так вот, возвращаясь к этим всем ковидным выплатам, мы не знаем, что будет дальше. Вы слышите, вирус мутирует. С одной стороны, у нас вырабатывается такой коллективный иммунитет, началась прививочная кампания, но в масштабах страны, посмотрите, несмотря на огромное количество переболевших, все равно определенная угроза, она сохраняется. Поэтому обязательно надо соблюдать все предписанные меры предосторожности. И Ненецкий округ правильно делает, что для того, чтобы прилететь сюда, либо привозишь с собой справку, как я это делаю каждый раз, прилетая сюда, о том, что ты сдал тест ПЦР, у тебя все хорошо, либо ты находишься на изоляции две недели. Это вопрос безопасности, поэтому у вас здесь ситуация достаточно хорошая по сравнению с другими. Но это в том числе благодаря тому, что оперативный штаб и местные чиновники приняли грамотные решения для того, чтобы обезопасить, прежде всего, жителей Ненецкого, жителей Наринмара и Заполярного района, от проникновения инфекции. Хотя я помню, как подпортили картину вахтовики, которые приехали сюда, и именно из-за них началось распространение инфекции здесь. Вот, следующий, да, возвращаясь к законопроектам, мы очень надеялись, для нас это была такая достаточно ясная картина, что в прошлом году, 31 декабря, сделают выходным днем, и мы предлагали на законодательном уровне это закрепить, чтобы раз и навсегда вся страна знала. Нас опять правительство не поддержало, большинство в Госдуме не поддержало. Мы тогда обратились к региональным властям, спасибо Юрию Васильевичу Бездудному, он такое решение принял, до того, как это решение озвучил президент. И очень было смотреть смешно и иронично, когда губернаторы, которые изначально скептически к этому относились, говорили, нет, все продолжат работать, не надо отдыхать, люди не хотят отдыхать. Как только выступил президент, тут же позиция была изменена публично на кардинально противоположную. Мы надеемся, что все-таки в Трудовом кодексе такие поправки, они будут закреплены для того, чтобы вся страна на будущее знала. 31 декабря всегда выходной. И календарной выходной, которая была в прошлом году, в позапрошлом году, чтобы больше ее не было. Пандемия, кстати, подтолкнула нас к чему? Начали использоваться новые гибкие формы занятости. Это удаленная занятость, это смешанная занятость. И отдельные регионы до сих пор сохраняют свое решение о том, чтобы часть сотрудников работала удаленно. После чего мы оперативно вместе с профсоюзами, с объединением работодателей, с правительством внесли соответствующие изменения в Трудовой кодекс. Почему? Потому что, с одной стороны, в пандемию, когда эти формы занятости стали использоваться, они не были запрещены, то есть их можно было использовать. С другой стороны, в Трудовом кодексе понятие удаленное занятость, смешанное занятость отсутствовало. И в ходе использования этих форм стали возникать вопросы. Например, в Ненецком округе сотрудник переводится на удаленную работу и уезжает в Сочи к родственникам. Должна быть сохранена гарантия северных выплат ему. Мы это зафиксировали, что да, зарплата уменьшаться не может, вне зависимости от того, где он удаленно будет работать. Вопрос компенсации интернета, электричества, доступа к базам данных, обеспечения необходимой оргтехникой. Вопрос был, но вопрос дан теперь ответ. Да, в Трудовом законодательстве прописать все детально нельзя. Особая роль теперь уделяется профсоюзам, коллективному договору. Все детали должны быть раскрыты либо в контракте трудовом, либо в приложении к трудовому контракту. Но в любом случае, что мы наблюдаем? Мы наблюдаем, что для многих сотрудников, которые удаленно себя попробовали, это возможность оптимизировать свои ресурсы, и таким образом свой процесс трудовой оптимизировать, чтобы больше времени тратить на себя. И то, о чем полтора года назад прозвучало, и так достаточно неоднозначно было воспринято в обществе, когда говорили о том, что мы со временем перейдем с пяти дневки на четырехдневку, пожалуйста, сегодня ряд сотрудников уже работают четыре дня в неделю, потому что они, не снижая темпов и никаким образом не влияя на производительность труда, а даже где-то и улучшая производительность труда, таким образом свое рабочее время распределяют и нагрузку распределяют, что они работают, да, находятся пятый день на связи с работодателем, но всю поставленную задачу выполняют в течение четырех дней, дальше у них время, которое они самостоятельно могут расходовать. Мы защитили права работников удаленных и предусмотрели ту норму, когда его можно уволить, предусмотрели нормы, связанные с командировками удаленных работников, предусмотрели норму, чтобы не было злоупотребления, когда работодатель может принудительно направить, то есть добровольно, только добровольно работодатель может направить работника, если они договорились, либо это изначально условия контракта, но принудительно тоже может быть в особых условиях, если введены особые правовые режимы. Режим повышенной готовности, например, который действует сейчас, и власти принимают решение о том, чтобы часть работников работала удаленно, либо чрезвычайная ситуация, только в исключительных случаях, до устранения причин работника могут привести работать удаленно. Если работник не может работать удаленно, то в этом случае он не переводится, но тогда есть такое понятие в трудовом законодательстве как простой. И в этом случае заработная плата не в полном объеме, но все равно выплачивается. Что касается северных, я сказал о том, что гарантия выплат сохраняется. И в целом мы видим, что пандемия подтолкнула, с одной стороны, к использованию этих форм и одновременно позволяет работодателям теперь на многих работников посмотреть по-другому. Здесь уже индивидуальные качества видны. Одно дело, когда коллективная ответственность, перед коллективом ставится задача, она так, ответственность размывается, и не знаешь, кто больше делал, кто меньше делал. А так работодатель смотрит, что представляет из своих сотрудников. И кроме этого работодатели теперь, смотрите, начинают задумываться, а есть ли необходимо содержать такое огромное офисное помещение, если можно гораздо меньше денег тратить на аренду и в том числе сэкономленные средства вложить, например, в новое производство и новые рабочие места образовать. То же самое можно сказать и про перевод. С одной стороны, это злоупотребление, что нельзя делать, но с другой стороны, работодатели тоже это стали активно использовать. Это в том числе касается и Ненецкого округа, потому что здесь тоже такое право есть, использовать льготный налоговый режим как самозанятый. Таким образом, вчерашний работник, который находился в трудовых отношениях с работодателем, он регистрируется в качестве самозанятого, трудовые отношения прекращаются, и, соответственно, теперь бывший работник является поставщиком соответствующей услуги. И он в данном случае сиюминутно может даже выиграть, ему даже больше работодатель, бывший его, готов заплатить, но при этом за него взносы в пенсионный фонд не идут, в фонд социального страхования не идут. В этом случае он полноценной социальной страховки не имеет, то есть больничные, травма на производстве, например. Что касается пенсии, пенсия в данном случае тоже не формируется. А работодателю выгодно, он не платит подоходный налог, не платит взносы во все внебюджетные фонды. Про союзу бьют тревогу, это действительно не очень хорошая динамика и вообще не очень хорошая ситуация, потому как это такая отложенная проблема. Но это сегодняшняя реальность, и работодатели, тем более в условиях кризиса, таким образом пытаются оптимизировать свои расходы. Кроме этого, серая занятость и черная занятость, когда либо деньги полностью нелегально платятся в конверте, либо часть зарплаты официально, часть неофициально. Так вот, во время пандемии очень многие пострадали, потому как работодатель, не имея средств, в соответствии с указом президента, должен был выплачивать соответствующие средства работникам в виде заработной платы. Но если человек работал неофициально, его неофициальный работодатель говорит, «Я платить не могу, извините, ждем лучших времен». Если работал, получая часть в конверте, часть официально, официальную часть работодатель обязан был выплатить, но, сами понимаете, это потеря, соответственно, доходов. Поэтому ситуация с пандемией, она еще и эту проблему посвятила, и работники задумались, что если это не последний раз, а мы не знаем, как дальше будет развиваться ситуация, как дальше будет вся эта эпидемия распространяться, во что она превратится. То есть мы должны понимать, что официальные отношения трудовые – это официальные отношения трудовые. Перед нами задача стоит дальше мониторить правоприменительную практику, связанную с удаленной занятостью и со смешанной занятостью, когда часть времени удалена, часть времени у работодателя, чтобы не было злоупотреблений, и чтобы все права были защищены, чтобы не было никакого мухляжа с заработными платами, чтобы не было никакого понуждения, как начали понуждать людей уходить в отпуск за свой счет. Добровольно человек может уйти, но заставлять уйти в отпуск за свой счет, это, знаете, самодеятельность из 90-х, это нарушение трудового законодательства. Поэтому говоря о планах на будущий год, перед нами стоит самая главная задача, мы хотим наконец решить вопрос и вернуть индексацию пенсии работающим пенсионерам. Говоря про нашу пенсионную систему, я напомню, что мы во фракции не поддержали изменение пенсионного возраста, но я напомню, что для коренных малочисленных народов Севера, для них параметры были сохранены прежние. Но с чем столкнулись жители Наринмара и жители поселка Искатели? В связи с тем, что в нормативно-правых документах правительства эти населенные пункты отсутствуют, соответственно, те, кто проживает, даже если они являются коренными малочисленными народами, то они не могут претендовать на эту пенсию, потому как эти населенные пункты, они отсутствуют в постановлении правительства. Нами соответствующие документы подготовлены, и мы просим правительства внести соответствующие изменения в свою нормативку, чтобы люди не страдали и могли своим правом воспользоваться. Кроме этого, мы прикладываем все усилия, это уже не один раз, когда мы обращались и дальше продолжим теребить правительство. Слава богу, на прошлой неделе удалось этот вопрос озвучить в Государственной Думе, передать документы и предложения депутатов из Ненинского округа, из собрания Ненинского округа окружного, предложения по изменению правил рыболовства. Мною было это передано, озвучено. Это ваша инициатива была, правильно? Мы сейчас касаемся вопросов, которые... А это я уже говорю не про законодательную работу, я про общую работу говорю, потому что работа парламентария, это не только законы, но это еще представлять интересы. За мной Ненинский округ закреплен, и рыбаки, и охотники, а здесь каждый второй, если не чаще, занимается охотой и рыбалкой, причем это не развлечение, а это обеспечение себя продуктом питания. Это традиционный образ жизни для жителей северных регионов. Так вот, сегодня, к сожалению, жители Ненинского округа сделали браконьеров такими правилами, которые пишут в Москве, не понимая специфики. Поэтому я попросил руководителя Росрыболовства делегировать сюда своего заместителя, он это поддержал. И в этот же день, хорошо так совпало, губернатор Ненинского округа Бездудный также встречался, и эта тема была обсуждена, и поддержка Росрыболовства, она была озвучена. Мы надеемся, что общими нашими усилиями депутатов всех фракций и исполнительной властью тема эта будет сдвинута с места, и рыбаки смогут полноценно рыбачить, не боясь, что они совершают административные или, не дай бог, уголовные преступления. То же самое касается правил охоты. Таким образом, в Москве принимают постановление, что забывают вообще, что северные территории, есть островная часть, про которую вообще забыли, про 15-километровую зону указали, но не понимают, что с такими нормами жить просто здесь будет невозможно. Поэтому мы обратились к Мишустину, представителю правительства в прошлом году, дали свои предложения, как скорректировать, ответ нас не устроил, и мы будем дальше добиваться сообща. У нас сегодня была встреча с губернатором, мы договорились, что общие вопросы, которые стоят перед жителями, надо, как говорится, бить по всем фронтам, вне зависимости от фракционной принадлежности, партийной принадлежности. Если есть проблемы, ее нужно решать. И голос Ненинского округа в Москве должен быть слышен. Когда чиновник приезжает сюда, и он видит специфику, видит природу, видит климат, видит условия, видит погоду, видит цены в магазинах, он по-другому себе сразу же представляет, как здесь живется людям, по сравнению с тем, как он это представлял из теплого московского кабинета. Вот у вас в планах, какие планы как раз на 2021 год, какие инициативы, кроме того, чтобы поддержать наших охотников, рыбаков, какие еще? Понимаете, в связи с пандемией скопился очень большой портфель нерассмотренных законопроектов, которые не были определены как приоритетные, и вот сейчас их планомерно Государственная Дума будет рассматривать параллельно с теми законопроектами, которые будут вноситься. Впереди послание президента к федеральному собранию. Обычно после послания пакет законопроектов вносится, и чаще всего он касается социальной сферы, в том числе. Вопрос, связанный с корректировкой параметров бюджета впереди. Мы всегда даем свои поправки. Я неоднократно вносил поправки ко второму чтению к бюджету, для того, чтобы средства были выделены для того, чтобы достроить дорогу из заполярного района до Коми, чтобы соединить округ с большой землей. Деньги выделяются, но выделяются не в тех объемах, в которых бы хотелось бы. Эту дорогу еще тогда будут долго строить. Поэтому тему надо постоянно поднимать, теребить и обращать внимание правительства, что это артерия, которая улучшит экономическую ситуацию, и это необходимо сделать. Поэтому будем, соответственно, при работе над бюджетом этого года и бюджетом следующего года, будем, соответственно, поправки от фракции вносить. Я сказал про приоритет пенсионеры. Вопрос, связанный с ветеранами боевых действий. У нас есть наш приоритетный законопроект, который Государственная Дума тоже никак не может рассмотреть. Мы предлагаем ветеранам боевых действий выплачивать ежемесячно не меньше, чем половину прожиточного минимума ко всем тем выплатам и льготам, которые существуют сегодня. То же самое касается и льгот на вывоз мусора. Из-за этой мусорной реформы ветераны боевых действий, они попали в несправедливую ситуацию, когда из них также стали взимать соответствующую плату. Вопрос поднятия стипендий, наш законопроект. Вопрос освобождения от подоходного налога тех, кто получает меньше двух мрот. Мы в этом году, в прошлом году Государственная Дума приняла закон, с одной стороны социально важный, и мы подняли НДФЛ, то есть налог, подоходный налог с 13 до 15 процентов для тех лиц, кто получает больше чем 5 миллионов в год. И эти средства по решению, по предложению президента, они будут аккумулироваться для того, чтобы лечить людей с орфанными, то есть тяжелыми заболеваниями. Но этот шаг был сделан, и он продемонстрировал дальнейшее намерение двигаться в сторону введения прогрессивной шкалы налогообложения. То есть для тех, кто получает много, должен быть налог выше, для тех, кто получает мало, ставка должна быть вообще ноль. Мы такой законопроект внесли, и соответственно наставим на том, чтобы дифференцированный подход в этом направлении был, пока он тоже не рассмотрен. Кроме этого, мы считаем, что с одной стороны, хорошо, что ввели новую систему определения минимального размера оплаты труда, когда отошли от той системы, которая действовала еще в прошлом году. Прожиточный минимум определялся через расчет потребительской корзины, а МРОД должен был быть не меньше, чем, соответственно, прожиточный минимум, который определялся в зависимости от стоимости потребительской корзины. У нас есть поправка в Конституцию, точнее, это уже не поправка, это уже норма действующая, где говорится о том, что МРОД не может быть ниже, чем прожиточный минимум. Кстати, в прошлом году это норма, и в этом году это норма как никогда актуальна, потому что потратив такие деньги в правительстве, могли бы предложить, а давайте МРОД не будем повышать такими темпами, как повышали последний год. Нет, МРОД не может быть ниже прожиточного минимума. Хотя вспомните, еще несколько лет назад МРОД не дотягивал до прожиточного минимума, и правительство всегда это объясняло тяжелой экономической ситуацией. Теперь новый предложен формат расчета прожиточного минимума считается медианный среднедушевой доход, когда берутся все доходы граждан в стране, анализируются, и находится та величина, 50% ниже которой получают доходы меньше, соответственно, 50% больше. Дальше используются специальные коэффициенты и рассчитывается таким образом прожиточный минимум. С одной стороны, это европейская практика, с другой стороны, у нас есть претензии к этой практике, потому как прожиточный минимум будет расти только тогда, когда реальные доходы граждан будут расти, но еще и должна быть низкая инфляция, потому что если будут расти доходы, инфляция будет высокая, в этом случае все то увеличение прожиточного минимума просто будет поглощаться инфляцией. То же самое касается МРОТа. МРОТ теперь определяется через медианную заработную плату, используются также коэффициенты соответствующие. Но опять же, система с одной стороны хорошая, на Западе она используется, но там используются коэффициенты 0,6, а у нас 0,4. И эта система будет позволять нормально обеспечивать рост минимального размера оплаты труда только тогда, когда реальные зарплаты будут расти при низкой инфляции. А у нас, вы знаете, инфляцию считают 4,5%, а заходишь в магазин, в аптеку, получаешь квиток за услуги ЖКХ и понимаешь, что инфляция гораздо выше, чем той официальной, которую озвучивают нам и рассчитывают в Минэкономике, Росстат. Поэтому наша задача теперь при подготовке бюджета следующего года обратить внимание на эти коэффициенты. Мы и в этом году предлагали другие коэффициенты, чтобы они были на европейском уровне. Но, как всегда, позиция Минфина в данном случае была определяющей. Но мы продолжим дальнейшую работу в этом направлении. Ситуация впереди может быть самой разной. Впереди выборы в Государственную Думу. И ситуация непростая и в стране, и в мире. И все это может отразиться на результатах выборов. Мы надеемся, что ЛДПР наберет достойный процент. И мы хотим поломать монополию одной партии. В противном случае у нас так и дальше будет ситуация, при которой все по указке сверху. Все только то, что хотят в правительстве. А депутаты, они предлагают, но их не слышат в правительстве, пока точку в этом вопросе не поставит президент. Была ситуация очень интересная. Два года назад, когда повышали пособие для семей с детьми-инвалидами, оно составляло 5 тысяч. Мы предложили и внесли проект закона увеличить до уровня минимального размера оплаты труда. На уровне 11 тысяч. Нас правительство не поддержало. Главное, Минфин, закоперчий, как говорится. Минфин не поддержал, правительство не поддержало. Госдума не поддержала. Через буквально несколько недель, может быть месяц, послание президента. Президент говорит, мной принято решение увеличить пособие до 10 тысяч. Это регулируется сегодня указом президента, а незаконным, соответственно, президент подписал указ и пособие сегодня составляет 10 тысяч. Вывод. Значит, можно. То же самое касается горячего питания в школах. Вот с прошлого года горячее питание в школах для младших классов обеспечено. Это была межфракционная инициатива. И много лет правительство убеждало, Госдума убеждала правительство в необходимости этого решения. Я помню, как ответственные чиновники в правительстве, на уровне министров, даже зампредседателя правительства, говорили о том, что, вы знаете, даже в советское время такого не было, вот этот принцип уравниловки. Есть дети, которые из хороших семей, им не нужно горячего питания, они в состоянии сами его оплатить. Но президент сказал, это наши дети, поэтому мы понимаем, что есть дети из разных семей, но мы приняли решение, чтобы все были в данном случае обеспечены горячим питанием. И деньги сразу же были найдены. Тоже самый вопрос касается семей, имеющих детей в возрасте от полутора до трех лет. Еще до недавнего времени 50 рублей в месяц получала семья, у кого дети от полутора до трех лет. Теперь же что у нас получается? Рассчитывается среднедушевой доход. Если семья признается нуждающейся, отвечает соответствующим критериям, то тогда на каждого ребенка выплачивается один прожиточный минимум. И дальше пошла федеральная власть. Но опять же это прозвучало в послании президента, почему я говорю о том, что мы его ждем. И президент всегда уделяет особое внимание социальной повестке. Теперь в возрасте до семи лет выплачивается, но опять только тем, кто нуждается. Поэтому правильная позиция, когда определяется критерий нуждаемости, чтобы у нас не было вот этой веерной выплаты, надо помогать только тем семьям, которым нужна эта помощь, а не которые возьмут с удовольствием, но погоду им эти деньги не делают. И мы разрабатываем проект закона о том, чтобы выплачивался материнский капитал и на третьего, и на последующих детей, но только там, где необходимо. У нас получается, что в одних национальных регионах там по 4-5 детей в семье, а есть регионы, где вообще нет детей, или там один ребенок, и отрицательный прирост населения. Вот надо помогать по принципу, кто нуждается. И тогда мы ситуацию будем исправлять. Ярослав Евгеньевич, я... Заканчиваем? Да, мы заканчиваем. Мы ждем вас в нашей студии. Вы расскажете снова нам об инициативах. Вы у нас частый гость. Я приезжаю практически каждый месяц, когда у нас региональная неделя. Другое дело, что возникшая пауза, это по объективным причинам пандемия. И ваши журналисты, они работали в особых условиях. И нам доступ в округ определенное время вообще был ограничен в связи с коронавирусной инфекцией. Слава богу, постепенно мы из этой ситуации выходим. Я надеюсь, что она больше никогда не повторится. Поэтому я очень хотел бы, чтобы все наши последующие эфиры, они проходили, и мы могли, положа руку на сердце, сказать, что у нас ситуация не на бумаге, не на картинках, не на совещаниях у чиновников, а реально улучшается. А через год мы встретимся, и вообще, чтобы забыли, как страшный сон, про перчатки, про маски, санитайзеры, эти ковиды, ПЦРы и прочее, прочее, прочее. Да, было бы замечательно. Я напоминаю, у нас в гостях был депутат Государственной Думы Ярослав Нилов. Программа «Актуальное интервью» подошла к концу. Оставайтесь с нами на севере, до встречи. Субтитры подогнал «Симон»